Всем привет! Мы в Новосибирском Академгородке. В прошлом ролике мы показали наши музейно-выставочные площадки. Сегодня же узнаем, что у нас можно посмотреть, не заходя в институты, и как провести свободное время. Приглашаем вас на прогулку по Академгородку. Городок, как мы его ласково называем, изначально был уникальным местом. Возьмем только название улиц. Проспект Науки, ныне имени Академика Лаврентьева, Морской проспект, улица Ученых, улицы Инженерная и Золотодолинская. На бывшем проспекте Науки, возле Института цитологии и генетики, есть два особенных памятника. Первый посвящен мыши, которая вяжет ДНК. Впрочем, по халату и очкам понятно, что перед нами образ не только мыши, но и ученого. Так что это памятник Союзу людей и животных во благо развития науки. Неподалеку есть еще один любопытный памятник. Он посвящен академику Дмитрию Беляеву и его эксперименту по одомашниванию лис. Кстати, больше узнать об этом исследовании вы можете в нашем видео на сайте выставочного центра или в соцсетях. Еще одно очень научное место – Новосибирский Государственный Университет. Здесь молодежь начинает заниматься наукой. Перед старым корпусом есть отличное место для отдыха – лавка-шпаргалка. Это один из первых арт-объектов, установленных в Академгородке. И, кстати, формулы на ней настоящие. А продолжается наука в институтах Академгородка и в этом необычном здании, которое в народе прозвали гусями. Это наш технопарк или Академпарк – место, где наука превращается в бизнес. Здесь тоже есть необычные места для отдыха. Например, вот такие скамейки деревья. На этом интересные скамейки у нас не заканчиваются. У нас есть скамейка влюбленных, скамейка примирения и большой красный стул недалеко от одного из въездов в Академгородок. Даже граффити в Академгородке научные. В 2017 году начался проект «Графит науки». Его суть в том, чтобы украсить неприглядные трансформаторные будки и стены домов яркими иллюстрациями открытий и достижений Новосибирского научного центра. Например, вот это граффити посвящено молекулярно-лучевой эпитаксией, которую применяют в своих работах ученые Института физики полупроводников. А это называется ускорители на встречных пучках. По-другому коллайдеры. Ими занимаются в Институте ядерной физики. С проектом «Графит науки» у нас стало гораздо красочнее. По Академгородку очень приятно гулять. Дело в том, что он был задуман как эко-город. Здесь прижилось более 50 видов растений, не характерных для нашего края. На фотографиях видно, что здания прямо-таки утопают в зелени. Поэтому это место отлично подходит для тех, кто хочет насладиться природой, не отрываясь при этом от цивилизации. Одно из самых популярных мест – это пруд с утками. Его берега украшают камни, привезенные с Алтая, и 25 видов растений. Гуляя по лесу, вы можете покормить еще и белочек, которые встречаются здесь на каждом шагу и совсем не боятся людей. Сложно представить себе хороший отдых без моря и песка. Пляж Академгородка на берегу Обского моря популярен среди жителей всего Новосибирска. Здесь можно играть в волейбол, качаться на качелях, плавать на катамаранах и лодках, пить прохладные коктейли, танцевать, заниматься йогой и, конечно, купаться и загорать. Активно отдыхать у нас можно не только летом, но и зимой. Один из любимых видов зимнего спорта жителей Академгородка – это лыжи. Для беговых лыж есть база имени Али Катульского. А с горок нашего горнолыжного комплекса ключи начинали свой путь в большой спорт будущие призеры Олимпиады Алена Заварзина и Екатерина Илюхина. Зимой и летом в городке можно попробовать себя в конном спорте или просто покататься на лошадях. А для желающих заняться более традиционными активностями открыты двери разных фитнес-центров. Летом любителей танцев ждут на открытых площадках с кельтскими и бразильскими танцами. Можно взять и уроки хореографии, например, зажигательного фламенко. А в клубе ArtPub посмотреть на танцевальные концерты или послушать живую музыку. Кстати, этот клуб находится на улице Терешковой, которая раньше называлась «Улицей романтиков». Прямо напротив здания стоит памятник Михаилу Зуеву, солисту группы «Иван Кайф», которая была создана в Академгородке в 80-х годах, и его песни «Иду один». Эту композицию считают неофициальным гимном Академгородка. А памятник? Я бы сказала, что это памятник еще и романтики. Ведь, возможно, именно благодаря ей удалось создать такое удивительное место – собрать людей, увлеченных наукой. Наверное, одного расчета здесь было бы мало. Иду один по ночному городку, по зеркальному мосту, вдоль дороги на луну, к тебе за спиной чей-то свист, тормозит ночной таксист, не кричат «Остановись», светят фарами в глаза. А я говорю, что я устал, говорю, что я не спал, мне бы только доползти до вечерней, до звезды.